Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия и Флорида. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Ребята, мы находимся в комьюнити в Metro West Эре. Это наша достаточно излюбленная Эре, и я не могла не показать вам этот дом, я его еще сама не видела, мне самой было интересно, заодно мы решили показать и вам, обсудить плюсы-минусы. Я увидела несколько минусов, но также и плюсов в этом доме. Чем мне нравится этот сам комьюнити, он очень тихий, красивый, здесь много старых деревьев, черепичные крыши у всех домов, посмотрите, какие шикарные крыши, очень аккуратненькие маленькие домики, много прогулочных дорожек, ну такой, знаете, прям семейный, так сказать, семейный комьюнити. Школа здесь высокого рейтинга, как и во многих частях метровеста, не во всех, но именно в этом комьюнити. Школа высокого рейтинга, это Винди Рич и Олимпия Хай. Чем привлек мое внимание этот дом? Это симпатичным очень ремонтом и симпатичным бэк-ярдом. Мы пройдем, посмотрим. Мы только, вот я зашла, включила свет, но уже мне что-то понравилось, но мы поподробнее это все рассмотрим. Давайте пройдем быстренько по цифрам. Значит, этот дом небольшой, он всего 1850 квадратных фит, приблизительно 172 квадратных метра в переводе на метраж, три спальни, две ванных и цена 525 тысяч. Вот здесь мне, вот здесь я увидела один минус. Я считаю, что он слишком дорого выставлен. Я сделала быструю такую оценку рынка, за какую цену продавались дома здесь, но я бы сказала, что если бы я делала оффер, предложение на этот дом, я бы, наверное, сделала его где-то в районе 480, ну, честно говоря. Ну, плюс, ну, может быть, он оценится на 490, может быть, из-за этого ремонта, вот, и из-за красивого бэк-ярда, но я считаю, что цена слишком высокая, здесь не должно быть такой цены. Еще я нашла минус, что вот в доме, конечно, нет бассейна, ну, понятно, по таким ценам дома с бассейном в таких районах, это большая редкость, но нет бассейна в комьюнити. Вот. Эчуей достаточно высокий для частного дома, я чаще всего вижу Эчуей пониже, потому что это частный дом, это не конда или не таунхаус, да, или приблизительно такие Эчуей могут быть в комьюнити, где есть бассейн, но здесь есть ворота, это большой плюс, сюда сложно заехать, поэтому это безопасный такой райончик. Сколько Эчуей? Да, Эчуей 269 долларов в месяц. Прилично. Я считаю, да, что это прилично. Если бы был бассейн, то тогда было бы нормально. Был бы бассейн, я бы сказала, да, окей, комьюнити бассейн. Ну, что есть, то есть. Размер лота 0,17 акров, дом блочный, черепичная крыша и сделан совершенно симпатичный такой хорошенький чистенький ремонт. Давайте просмотрим. Что-то я упустила, Юль? Вроде бы все. Все сказано. Что не сказано, допишем. Дом очень светлый, у нас будет эхо, ребята, вы извините, здесь нет мебели. Ремонт буквально был сделан недавно. Огромные окна, честно говоря, по всему дому мне это нравится. Правда, они грязные, их нужно помыть. Ну, это не страшно. Да, здесь мы заходим в такую площадь столовая и небольшая комната для приема гостей. Да, как ты, я бы сказала, большая. Я обычно вижу больше, но на самом деле это здорово, потому что, опять-таки, цена тоже, она, естественно, строится на квадратуре. Да, да. Вот, поэтому эта эрия, в принципе, ну, вот эта площадь, она не особо используется. Ну, кто-то использует, бывают случаи, соседи в гости зашли. Вот, но все равно она сильно не используется, но здесь достаточно поставить диванчик. Можно даже какой-то офис, может быть, наоборот сделать, стол поставить офисный. Да, здесь вот столовая. А, столовая здесь же, окей. Мне очень нравится вот эта вся отделка, полы, они положили плитку под дерево. Плитка очень аккуратно смотрится. Да, я еще хотела... Очень качественно. Да, я еще хотела именно посмотреть этот дом по качеству ремонта, что это не был какой-то быстрый такой флип, там, знаешь, все... Тяп-ляп. Да, все тяп-ляп, и все там шатается. То есть, как бы, хороший такой достаточно ремонт сделан. Хороший вот это, да-да-да. Здесь мы проходим в основную часть. Вот эта мне очень понравилась часть. Здесь есть и камин. Так, сейчас помню. Камин, кажется, газовый. Классно. Честно говоря, я не уверена, какой это камин газовый, может быть, электрический. Да, похоже, мне кажется, на электрический, на самом деле. Может быть, электрический, да, окей. Ну, в любом случае, вот эта акцентная стена. Слушай, да, да. Мне нравится, что она камня отделана, да. Все такое светлое. Светленькое, приятное глазу. Но в то же время не однотонное, да, вроде бы они как поиграли. Чуть-чуть серовато-бежеватые стены. Мне очень нравится потолок, посмотрю, он... Не прямой и не низкий, он высокий. Да, и такой... Идет наискошок. Мне нравятся такие потолки. И посмотрите... Какой шикарный остров они здесь. Остров большой. И кухня большая. И как это называется, вот, Infinity, да, когда с двух сторон вот так... Раз, красиво. Мне вот так нравится. Кто как называет? Кто-то называет водопадом. А, водопад, да. Да, кварцевая поверхность, большая раковина. Причем мне очень нравятся вот такие раковины, которые не разделены... Да. ...перегородкой, да, то есть такая хорошая, большая. Можно кастрюлю помыть большую. А, техника... Так, техника вся есть. Техника вся есть, я не знаю, насколько она новая или нет. Правда, кроме холодильника, как я понимаю. Да, вот, холодильника нет. Холодильника нет, и знаешь, чего нет? Нет кладовочки для круп. То есть, похоже, они вот эти шкафы сделают... Кухня новая, ты как бы видишь, да? Да, кухня хорошая, приятная такая тоже. И она здесь по стилю подходит. Я не знаю, будет видно на видео или нет, она не белая. Она слоновой кости, или как это называется цвет? Какая-то сероватая. Сероватоя немножко. Да, слоновой кости, это будет бежеватый, скорее всего. Очень хороший цвет. Хороший цвет, реально. Вот этот вот шкафчик они сделали вместо кладовочки, да, вот здесь можно проехать. Я считаю, вполне себе хватает. Иногда, слушай, бывают кладовочки маленькие, и вот эти вот металлические прутья натянутые, там бывает иногда меньше места. Вот они сделали тоже полочку для вина. Отлично, красиво. Ты знаешь, кухня очень красивая. С доводчиками, кстати. С доводчиками, да, молодцы. Опять-таки это показывает, что это не был какой-то быстрый флип, потому что... Люди для себя делали. Есть качественные, да, есть качественные моменты, и они здесь видны. Ну, за это они решили цену-то приподнять. Я думаю, да, они сделали не очень дешевый ремонт. То есть можно было бы, наверное, дешевле и быстрее сделать. И, видимо, эту цену они добавили. Но нужно торговаться по этому дому. Конечно. Нравится мне такой приглушенный свет над островом. На самом деле дом настолько светлый. Да, приятное такое у него ощущение. Они не раздражают. Хотя можно лампочки и другие. Это энергосберегающие лампочки. Вот здесь четыре, да, места? Здесь точно на четыре, если и не больше, можно принести. Да, то есть барная стойка такая получилась. Да, остров большой для такого небольшого дома. Красиво сделали. Я еще хотела про плинтуса сказать. Посмотри, они тоже были переделаны. Вот стандартные. Да, слушай, здесь они называются crown molding. Здесь, да, еще. Причем есть потолочные вещи. И потолочный молдинг сделали. Широкие, красивые. Да, это они тоже сделали сами. Ты знаешь, гостиная достаточно такая хорошая, просторная. Хорошего размера. Да, ремонт мне нравится здесь. Хорошо сделали. Смотри, какие окна. Двери, окна здесь большие в каждой комнате. Ну, не уверена в каждой. Ну, вот мастер я уже вижу в большом окне. Да, мне это очень нравится. Посмотри на всю стену практически. Да, это классно. Тем более, что задний двор красивый. Во дворик мы попозже выйдем. Там несколько интересных моментов. Вот это комната мастер. Какое здоровое окно. Посмотри на окно. Вау. Слушай, есть. Окна, конечно. За что этот дом переоценить? Ну, окна хорошие. Так, ты знаешь, что я не сказала? Что дом 2004 года. Ага. Так. Но окна. Я не знаю, если они оригинальные. Но они хорошие. Да. Здесь одно стекло, по-моему, да? Да, здесь одинарное стекло. Ну, значит, это оригинальные, но хорошие, да. Окей. И тоже потолки, посмотри, какие. Потолок высокий, да. Потолок высокий. Давайте пройдем в ванную. Тоже очень все симпатичненько. Да, вау. Хорошего размера ванная. Две раковины. Слушай, ремонт хороший какой. Ремонт хороший. Вот это я очень хотела посмотреть. Тоже вот с доводчиками. Здесь все шкафчики. Все это поменено. Кварцевая поверхность. Смотри, как они придумали, да? Плитку. Как раз здесь красиво. И вот они и до конца их сделали. Тоже сделали, да, акцентную стену. Очень красиво смотрится. Большая душевая кабина. Так, душевая. Обязательно покажем. Вот душевая. Вау. Здесь, смотри, сколько душ. Такой, знаешь, как он называется? Водопад. Такой, сякой. А душевая хорошего размера. Он называется rain shower. Не знаю, как дождевой. Дождевой. Так, здесь у нас отдельно туалет, что хорошо. Вот, закрывается. Отлично. Симпатичная тоже плитка такая светленькая на полу. И посмотри, какая гардеробная. Вау. Ой, мне нравится, что вот эти стандартные, да, вот эти железные. Да, уже все сделано. Встроено все. Все встроено. Здесь даже для бижутерии. Вау, для бижутерии, ну вообще. Слушай, только вот такая комната 1010, наверное. Да, да, я тоже думаю, да. Чтобы вот такие шкафы поставить. И очень хорошего качества гардеробная. Здесь для обуви. Ой, какая хорошенькая здесь. Для носочков. Да-да-да. Даже смотри, что есть для брюк. Для брюк, да, удобно. Нет, гардеробная хорошего качества. Хорошая. Ничего не скажешь. Даже для ремней есть вот такие всякие мелочи приятные. И очень много выдвижных, вот видишь. Всяких разных полочек. Гардеробная очень крутая. Так, гардеробная нам понравилась. И вообще. Отдельно стоящие ванны мне тоже нравятся. Ванная, ванная, да, суть моей внимания. Она небольшая, но сейчас в основном такие небольшие ванны ставят. Симпатично, да. Окей, пока все нравится, кроме цены. Да, кроме цены. Ну, давайте пройдем еще. У нас осталось две спальни и постирочная, и одна ванная. Так, ванная. Эта ванная выполнена в точно таком же стиле. Ракуна интересная, красивая. Да, мне нравится душевая. С этой стороны у нас постирочная. Хорошие машинки, кстати. Машинки, да, хорошие. Да, не старые, ничего. Так, вот мы заходим в гараж. Гараж у нас на две машины. На две машины гараж. Хороший. Причем на полу краска не просто бетоном залита. Ага. Специальная для гаража. Да, вот это вот. Оп, сразу. Так, далее идем. Так, далее идем. И две небольшие. Одинаково похожи размеров, кажется, они одинаковые. Спальни. Небольшие такие спальни, да. Ух ты, какие двери интересные. Вот так они открываются. Из этой спальни также можно выйти валом с этой стороны. Главное лбами не столкнуться. Да, 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 да. Вот здесь получается немножечко столкновение. Может быть ясно. Так. Хорошо. Так. В общем, одна спальня. И еще одна спальня. Мне даже вот эта, может быть, даже поменьше спальня. Спаленки, конечно, небольшие. Чисто так для гостей, для маленьких детей. Чисто поспать, я бы сказала. Потолки здесь немножечко пониже, да? Здесь пониже потолок, да. Немножко. Так. В обеих комнатах. Ну что, идем во двор. Да, давайте пройдем во двор. Самую красоту смотреть. Еще разобраться. Всегда для нас квест, как открыть эти двери. Так, сейчас. Мне вообще запрещено иметь маникюр, потому что я всегда вот в таких дверях уплываю ногти. Ура! Жалко, что не раздвигается. Да, до конца. Слушай, здесь место под скрином, это классно. Если дождь идет, москиты не кусают. Вот это место вы видите. Достаточно такое, я бы не сказала, огромное, но... Но можно разместить здесь все, знаешь, даже какую-то небольшую кухонку, мангальчик. Столик на шесть человек можно поместить. Очень понравился двор. Да, вау! Смотри, сколько у них тут интересностей. Здесь можно костер развести, фаршмелло жарить. Слушай, красиво здесь. И мне нравится, что там соседей нет. Да, соседей нет, и там лес. Приватность. Лес идет, здесь будет много зверьков ходить, конечно. Ну, они понастроили, ты посмотри. А здесь что? А вот здесь, наверное, летняя кухня, я думаю, да? Здесь можно, скорее всего, да, поставить... Хотя, вот, ты знаешь, давай посмотрим. Печка! Это, я думаю, это печь для пиццы. Печечка. Смотри, здесь пиццу можно делать. Ты знаешь, здесь можно... Это вообще мангал такой, да? Это мангал такой, но здесь можно что хочешь, в том числе и пиццу. Вау, как они прикольно сделали. Что это? Так, это тоже что-то готовится. Здесь можно что-то готовиться. Я даже не понимаю, что это. Ишь ты, интересно. Да, слушай, и вот раковины здесь все есть. Да. Вот она, в общем, летняя кухня, она вот здесь находится небольшая. Да, вот здесь можно выйти, вот есть ступеньки, выйти к лесу. Здесь тоже можно что-то придумать. Да хоть у кого собаки есть, собак выгуливать. В общем, хороший дворик, да. Очень симпатичный. Да, дворик как раз привлек... Ремонт и дворик привлек мое внимание. Вот, друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки, давайте свои комментарии. Я надеюсь, вам понравился дом. Ну, естественно, свои минусы я вам высказала. Но мне кажется, много, очень много плюсов в этом доме. Да, я тоже так считаю. Особенно если поторговаться. Но мы будем торговаться? Или не подходит для нашего? Я не знаю, нужно будет поговорить. Но если мы будем подавать офер, однозначно будем торговаться. Да, хорошо. Примут его, не примут, но что поделаешь, пробовать нужно. Ну все, всем хорошо. Всем пока. Пока-пока. Друзья, мы с вами попрощались, но я совсем забыла, что добавить. Я посмотрела цифры по аренде примерно этого такого же дома. В этом комьюнити последний дом сдался такого же размера, с ремонтом далеко не таким, как в этом доме, сдался за 3,300. Я думаю, что за 3,5 можно сдать этот дом спокойно. И также я просмотрела приблизительные выплаты по ипотеке. Естественно, я использую Google программы, я не ипотечный брокер. Но при первоначальном взносе в 20% будет выходить где-то 2,700-2,800 в месяц. Конечно, у каждого из вас будет своя история по ипотеке. У кого-то меньше первоначальный взнос, у кого-то больше. Смотря по какой программе вы идете, но это вот я говорю стандартно. Это на 30? Окей. Интересная информация. Ну все, теперь прощаемся. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...